Михнов Никита Сергеевич, 23 года, Рязанская область, город Ряжск. Нас призвали с лагерей, начали призывать с зоны, попал на зону. Я сидел, наркотики, просидел 3,6 и решил, что уже... Ну и близких никого не осталось, решил, что уже сидеть, короче, ну много осталось сидеть. А призвали, вот Миноборона, решил пойти туда. Ну там разные десантные войска, но это они так перечисляли просто. А на самом деле они набирали группу «З», штурмовую бригаду, группа «З» проживается. Заводили нас через начало вот этой Клисеевки, начало посадки, сказали, будет обстрел, аккуратно заходим и ложимся, если мина. Ну никто, естественно, так не стал делать, все начали паниковать, потому что все в первый раз, и никто ничего не знает, никто не подготовлен к этому, потому что тренируют всего пару дней. Я последней партией, когда приехал, слышал только то, что пацаны кричат, а их арта накрывает. И там уже были двухсотые, кто-то был трехсотый, но трехсотые до такой степени, что там уже помогать, их можно оттащить, мы их оттаскивали. Но там они уже тоже, можно сказать, двухсотые были. Со ста, там, например, со ста или со ста, 10-10, двухсотых уже было. Остальные все трехсотые. Осталось 30 человек вообще, в общем-то. Нас отправляют на мясо. Просто мясо. Под минометный расчет просто отправляют, сидеть в окопах и все. Нас накрывают минометами и разрывают на части. Все. Ну, приехал полковник, представился полковником. И сказал, что мотострелковые, там разные подразделения будут, можете сами выбирать. И, как бы, сказал, там, ну, зарплату сказал 205 тысяч. Сказал, что контракт заключается полгода. Контракт там надо заключать полгода. Полгода заключаешь, потом у тебя все чистый лист, все нормально. То есть твои биографии и в дальнейшем все нормально будет. Ну, там разные десантные войска. Но это они так перечисляли просто. А на самом деле они набирали группу «Зет». Штурмовую бригаду. Группа «Зет» называется. Заполнил бумаги, контракт, ой, этот, помилу не подписал воевать с Украиной. Дальше, буквально там за неделю, наверное, через неделю где-то так, нас увезли на маленьких автозаках. На маленьких автозаках нас довезли до аэропорта, там, Дягилева. С аэропорта Дягилева нас привезли в Ростов. Ехали до аэропорта, там часа, наверное, 3-4, там, от нашего лагеря. Вот. Потом до Ростова на самолете. В Ростове мы уже подписывали контракт на полгода. Когда подписали контракт, там, оказывается, было вообще не полгода, а полтора. То есть полгода ты служишь, 30 дней у тебя выходных, и год в обязательство входит. То есть полтора года служба. Ну, что говорили, то, что, ну, едем на войну, как бы, и непонятно вообще, вернемся или нет. Просто вот такие мелочи, как бы. Они, на самом деле, не мелочи. Просто обсуждали между собой, там, думали, вернемся, не вернемся. В Ростове нас встретили опять КамАЗы. Привезли в заброшенное здание какое-то. Там мы подписывали контракт. Подписали контракт, а дальше проехали в трехлисбинку. Там происходило бег по утрам, отрабатывание. Ну, мы там жили, можно сказать, это наша база была. Там, как они, выкопанные блиндажи. Человек на 20, на 22 человека. Как бы выкопанные блиндажи. И мы отрабатывали стойки разные. Ну, то есть там тактики разные. Например, идешь, когда тебе кричат мина, ты ложишься. Там враг слева, ты встаешь в стойку, враг справа, враг с фронта, враг с тыла. Ну, и стойки отрабатываешь. Такими вот занимались. Потом в дальнейшем получили обмундирование каску, броню, оружие. Ну, берцы, одежда, все вот это вот. АК-12. Полигон недалеко, вон там, я не знаю, в стране где-то Бахмата сказали, самый большой полигон, как бы, там тренировались. Там много, кто приезжает туда, тренируется. Не только мы, как бы. Тактику боя. Как брать в кольцо там врага. Например, один пошел. Сначала становимся вот так в линейку. Идем вперед. Один подбежал, сел, кричит, держу. Слева или справа обходит другой. Начинает тоже присел, держу. Ну, держит, то есть, позицию. И вот так вот потихонечку мы передвигаемся и берем врага в кольцо. Потом стрельба. Слева стрельба по мишеням на расстоянии 200 метров, 300 метров. В целом уходило магазинов по 4, по 5. Старались больше стрелять. Но там пару дней тренировок. Там особо, ну... Вот Алабай это штурмовиков тренировал. Дальше после того, как мы потренировались пару дней, нас повезли сначала в сторону Бахмута. Но потом почему-то развернули. Вернули обратно. Продержались мы там еще день. Ну, просто прожили. Потому что там тоже как бы и жить было где. Вот. Поехали потом мы оттуда в Клещевку. Приехали в Клещевку. Ночью нас привозили туда в Головастика. Такие маленькие машины, в которых тоже там человек умещается 20 там. Ну, максимум можно туда там утрубоваться 22. На этих позициях мы приехали. Высаживали ночью. Примерно часа 2 ночи, 3, наверное. Ну, 2 ночи, да, темно было очень. 2 ночи. Подъехали. Сначала первая партия выгрузилась. За ней вторая приехала. И так постепенно. Я последней партией, когда приехал, слышал только то, что пацаны кричат, а их арта накрывает. И там уже были двухсотые. Кто-то был трехсотый. Но трехсотый до такой степени, что там уже, ну, помогать их можно оттащить. Мы их оттаскивали. Но там они уже тоже, можно сказать, двухсотые были. По нам прям работало все в точку. На то время, вот, когда мы только на утро начали все собираться, уже было 10 двухсотых. Со ста, там, например, со ста или со ста 10, 10 двухсотых уже было. Остальные все трехсотые. Осталось 30 человек вообще, в общем-то. Заводили нас через начало вот этой клесеевки. Начало посадки сказали, будет обстрел, аккуратно заходим и ложимся, если в мина. Ну, никто, естественно, так не стал делать. Все начали паниковать, потому что все в первый раз, и никто ничего не знает. Никто не подготовлен к этому, потому что тренирует всего пару дней. Нам показали, где примерно занимать позиции, где окапываться. Мы окопались в этой клесеевке, ждали тоже примерно дня 4, наверное, там сидели. Держали просто, не штурмовали, ничего. Была задача поставлена штурмовать, но так как у нас осталось очень мало народу, нам сказали держать оборону. Без штурма, ничего такого, просто держать оборону. После того, как мы продержали дня 4 там оборона, нас начали выводить напротив клесеевки в лес по тропинке по 5-6 человек каждый день. Через пару дней дошло до меня, очередь дошла. Я с утра, ну мы пошли в пятером, рано утром, наверное, часа в 4 утра, мы перебегали через тропинку, дабы нас не накрыло минами. Перебежали, дальше там есть Арарат, он говорит там нашему командиру, чтобы тот показывал позиции. Там позиций тоже не было, их надо было окапывать и сидеть. Тоже то же самое, никаких штурмов, никаких, ничего, тоже держать оборону. Еды там не было, еду, приходилось бегать за едой. Также в эту Клещеевку туда подъезжала техника БМП и скидывала еду и воду. Но не всегда все бегали, бывало и такое, что мы по 2, 3 дня без воды, без еды сидели. Заняли позиции, окопались, все ожидали у врага, ну то есть в СУ. Нас рассадили в шахматном порядке, так, чтобы мы не задели друг друга. Объяснили, с какой стороны пойдет враг. С позиции нам не вылазить, просто ждать, пока что он пройдет и нападать, то есть, ну когда подойдет ближе и нападать. Я лично вот пробыл без сегодняшнего дня 4 дня. Бывали там танки работали, бывали БМП техника работала, бывали минометы работали. На сколько точно работало? Танк бывало, срабатывал нормально, ну точно в цель, прямо в блиндаж попадал к нашему командиру. Мне дали задание, дали рацию, Рарат дал рацию, дал указание, нас должны были поменять сегодня, либо с утра, либо вечером. Дал указание встретить людей тоже зеток. Количество народу он не сказал. От своих позиций я выдвинулся до конца леса, там была тропинка и кучеря такие, ну кусты. Я в кустах присел, ждал очень долго, примерно час-два, наверное. Уже потемнело, я никого так и не дождался и ушел обратно на свои позиции. Когда шел на свои позиции, увидел свежевыкопанный окоп, а в нем украинские военные. Я поздоровался, выкинул калаш, все, мне сказали лежать, я лежал. Даже когда на позициях сидел, он раз убегал с позиции, прятался в блиндаже, боялся меня накроют минометы, ну арта, минометы. Ничего не, ну нормально относились, то есть давали воды, давали сигарет, как бы и ничего такого всех естественного. Также у меня, ну спрашивали просто откуда, как, как попал в плен. Все то же самое, все те же самые вопросы, с которыми я с вами сейчас разговариваю. Не били, ничего, все нормально. Я бы не хотел, чтобы вообще кто-то воевал. Я не понимаю вообще, зачем, к чему это все идет. Потому что по сути-то вы правы, а мы, ну не правы, потому что мы на вас нападаем. А вы просто обороняйте, ну, свою землю защищаете. Я понимаю, что я не буду заставлять пытаться что-то делать. Я буду все возможное делать, чтобы сюда не вернуться, потому что это мясо. Нас отправляют на мясо. Просто мясо. Под минометный расчет. Просто отправляют, говорят, сидите в окопах и все. Нас накрывают минометами и разрывают на части. Все. Разрывал ноги, отрывал. Кишки выпадывали. Осколками так задевал, что... Одному просто... Он спрятался за деревом. Ему... А шею не спрятал. Ему... То есть перерубил осколок шею. Ну, и ничего я им не хотел передать. Просто, чтобы они закончили уже эту войну, это неправильно. Это неправильно, потому что, ну, гибнут молодые пацаны. И с вашей стороны, и с нашей стороны гибнут. Непонятно вообще за что. У вас-то вы защищаете, а мы-то за что. Просто нас отправляют как мясо. И все. Нам сказали, кто выбежит из этого леса, нас обнулят. У нас вод побежал, я не знаю, пару дней назад, наверное, позавчера, убежало пару пацанов. И так я о них, ну, ничего не слышал. А когда один из них прибежал, принес нам воды, сказал, что в Клещевке нет вообще наших ни одного пацана. Значит, все-таки что-то с ними случилось, раз их там нет. Не могли же они просто испариться.